Давайте еще раз уточним, раз вы про зачистку сказали, ну, просто чтобы... Ну, я потому что пробрасываю... Да-да-да, смотрите, значит, идет зачистка, еще раз уточним концепцию, мне очень важно никакие детали не потерять. Война в Украине. Да. Ее представление... Это триедийная святая Руси. Это значит зачистить территорию, чтобы было где жить евреям. Совершенно верно, новый Израиль. Путин в этом участвует? Участвуют все. Так, а евреям негде жить в мире? Евреям уже негде жить после происходящего всего, потому что явно перевес будет не на их истории. И там строится храм не еврейский, как они сейчас говорят, а третий храм. Это мировой религии. То есть там должен появиться сам сатана, то есть сесть на троне. То есть Путин... По нашей с тобой религии по православию. Да, Путин отправляет тысячи русских, разных национальностей, но в большей степени русских людей на убой. Не Путин. Для того, чтобы расчистить территорию соседнего государства для евреев. А кто? Еще раз, Юр, вот у тебя главное слово «Путин». Помнишь, я тебе еще говорил? Он главнокомандующий. Он дает команду «идет» или «не идет». Помнишь, про часики мы с тобой говорили, да? Специально образно, я тебе скажу, часы швейцарские. Вот этот механизм состоит из множества этих часов. И есть люди, которые там награждены самыми высокими масонскими наградами. Есть люди, которые... Пятая колонна, есть еще в этом правительстве. Да-да-да-да. Масоны. Да. Ты можешь там потом... Есть план Далласа фейковый, да. Который все происходит. Идет война в России. Значит, аборты, медицина, образование, финансовое. И финишная прямая, вот эта война уже. Это все против нас, давно уже идет. Наше государство вымирает. Ты это понимаешь? Подождите, ну это другое. Вы перескочили. Я хочу уточнить. Почему перескочили? Украина, территория... Не Украина, это Триединная и Святая Русь. Мы воюем в Новороссии сейчас. Так, а Триединная и Святая Русь, это что в вашем представлении? Белоруссия, Русь, Украина. Словно троится ты неделима. Это Россия, Украина и Белоруссия. Так, окей. Это мы один народ. Это так называлось. Допустим. И называться будет Святая Русь. Нет, но допустим. Нет, почему нет-то? Потому что я представитель другого народа. Я не хочу тратить на это много времени. Хоть я украинец, выросший в русскую культуру. Ну, назови украинского царя. Украинскую битву одну хоть назови. Ну, пусть люди послушают. Ну, ты же... Вика, Вика, если это показывает, существует народ или нет, то я не готов подерживать дискуссию. Ну, это не надо. Брянск, Брянск, Белгород. Ты скажи. То, что действительно интересно. Допустим, есть некая единая... Триединная Святая Русь, в вашем представлении. Это территория современных России, Украины и Белоруссии. И вот эта вот часть от Одессы до, там, Брянска, Белгорода, это Новороссия, в вашем представлении. Ее надо расчистить для того, чтобы было где жить евреям. Ну, я спрашиваю. То есть Путин дает команды и отправляет русских людей на убой для того, чтобы евреям было где жить? Еще раз, давай, Юр. Но если вы говорите, что он часть правильных... Но он же дает команды. Вот теперь последний раз я тебе скажу. Все, что случилось, это было неправильно. Его обманули. Это я точно знаю. И втянулись в эту историю. Сейчас ситуация уже не зависит ни от какой личности. Все идет пока по плану сатанистов. Но у нас есть шанс его исправить. И Владимир Владимирович сможет это сделать. Я в это верю. Если он это не сделает, он будет предателем. Но он же продолжает давать команды, воевать там, расчищать землю. Другого выхода нет. Значит, он во власти сатаны подойдет. Но нам нужна победа. Нет, ну вот я говорю, втянули. И победа будет. Втянули. То есть мы рассчитывали на другое. Ему докладывали другое. Мы оказались в другое. Сейчас любую заднюю дать разрушится Россия. Почему? Полтора года было. Допустим, представляете ситуацию? Его обманули. Он в тот момент был во власти сатаны. Не во власти сатаны, это ты говоришь. Его обманули и сказали, что будет вот так. Заходите под Гастовель, заходите с щитами, с полицейскими. Вам все откроют, вам все сделают. Этого не произошло. Так было время передумать и просто вывести все. А уже невозможно было. Это капкан. Хорошо. И уже начали затаскивать оружие. Начали затаскивать. Потихоньку. Ты видишь, не сразу. Если бы Запад захотел, они им сразу дали одновременно и прижали бы нас. А была задача другая. Потихоньку размолотить. Если бы они захотели, они сдали. Помнишь же сначала, он 17-го зайдет. Не зашел. Ну 23-го. А 24-го. А 24-го что случилось? С тем же Газмановым. Он выходит на сцену, Владимир Владимирович, и говорит, как сказал один святой, и потом... А как раз он Федора Ушакова цитировал. Не отчаивайтесь, и грозные бури обернутся ко славе России. И в прямом эфире... Эту фразу была вырезана. Эту фразу... Концерт в Лужниках? Да. Он был после, он был не 24-го февраля. Это когда из Газманова выскочил Путин. Послушай, не о том. Мы говорим, что операция началась 24-го февраля в день святого Федора Ушакова. Не отчаясь, вот о чем. Тоже. Да. Вадим, я понял позицию. Она звучит... Странно. Я думал, это стало убедительно. Да, безумно. Еще раз. Это ваше право думать так. Хорошо. Да, но другое. Я же задаю конкретный вопрос. Но действия боевые продолжаются. Значит, Путин продолжает участвовать в расчистке территории неевреев. Нет, нет, нет. Ни в коем случае нет. Сейчас уже идет другая. Потихоньку машина начинает перестраиваться. И я тебе сказал, у меня появилась надежда, что мы сейчас все уже начинаем делать правильно. Я же тебе это сказал. А что правильно? То есть мы не расчищаем уже территорию для... Уже по-другому, да. А как? Уже по-другому. Ну, я вижу. Потому что война уже идет не в городах. Мы вытягиваем уже на себя те силы в полях. В полях. Мы воюем в полях. Мы уже не долбим мирное население. Помнишь, как в песне? А мы долбили мирное население. Любая война в Сталинграде. Ну, сейчас в Израиль посмотрите. То, что сейчас Израиль вообще там геноцид, это полностью в газе. Это просто убийство. Так, мы в полях. Мы в полях. Значит, есть шанс. Мы потихонечку делаем. А что это значит? Мы не идем в города. У нас есть шанс, что народ прозреет. У нас есть шанс, что мы можем переломить эту ситуацию. Что сейчас машина настраивается, военная машина, на более правильную историю. То есть Путин понял, что он попал в ловушку. То есть, что он все это время расчищал место для евреев. Ну, не все время. И он стал что-то по-другому делать. Нет, Юр, это ты говоришь. Нет, ну, а где это ты? Время ничего не делал. Я хотя бы за логику. Правильно, правильно. Ну, немножко не так. Но если Путин активный участник этого плана, значит, он тоже участник сатанитского заговора. Нет, нет. Ну, это нелогично тогда, что вы говорите. Ну, как нелогично? Ну, обманули человека и сказали, если вы начнете, все будет вот так хорошо. Ну, обманули. Обманули. Он начал и попал в капкла. Вот у меня все. Но обман-то он понял сразу? Не сразу. Ну, как не сразу? В первой неделе стало ясно, что никто не сдается. Нет, нет, нет. Немножко не так. Давай, у тебя будет время, ты с ним поговоришь. Чуть дольше. Не в первый день, не во второй неделе. Неделя, я сказал. Неделя. В первой неделе стало ясно. Он увяз. И дальше. Сейчас, Вик, прости, пожалуйста. Вот. Он увяз. И все. И дальше ты либо продолжаешь, либо ты передумаешь. И было принято единственное правильное решение. Продолжать. Да. Зачищать. Да. Для евреев. Да уже не для евреев. А для кого? От фашистов защищать. Уже за Триедину и Святую Русь. Вот что было принято решение. Ага. Уже все. Аминь. С той стороны одно желание, а у нас другое желание. Аминь.